Вот здесь вы видите каску, в общем работа уже пошла Я несколькими точками прикрепил эту каску, подварил к железному стальному листу нужного размера Со всех сторон, слева, справа, с боков Для того, чтобы сохранить геометрию этой каски с самого начала, как она должна быть Чтобы при нагревании, а нагревание будет обязательно, такой тонкий металл Чтобы ничего тут не деформировалось Ну и для того, чтобы как бы боковины, вверх-вниз, особенно вверх, чтобы его сохранить Я специально тут подварил так называемые, вот видите, это так называемые мостики Которые соединяют вот эти вот отсоединенные друг от друга части, левую и правую Тут видите, большие очень утраты, дыры такие, все тут утрачено, можно сказать, часть сферы И вот чтобы их соединить и сохранить геометрию этой сферы, вот эти мостики и были наварены Это нужно для того, чтобы также каска стала более прочной, более крепкой в данный момент Ну и вот эти вот большие металлические куски, они будут на себя принимать тепловую энергию И накапливать в нее, и, соответственно, тонкий металл не будет прожигаться в этом месте Ну, я начал уже варить, здесь эту трещину, толстым таким, на маленьком токе С самой минимальной настройки, подача проволоки Это все подварил вот здесь, дошел до первого мостика И все-все-все здесь будет заплавлено металлом Где-то, может быть, 3-4, может быть, 5 миллиметров Это все невозможно предсказать, потому что настройка очень минимальная, тоненькая Приходится варить очень долго, постоянно все это дело обваривать, заваривать Здесь не будет ни одной заплатки Здесь будет все наварено по миллиметру металлом Вот, ну и, соответственно, видите, уже первый результат Вот, наварено именно таким образом, как я только что объяснил До одного мостика, до другого Затем уже начал после второго И продолжаю Ну, приходится делать, конечно же, постоянно паузы в работе Чтобы не перегревать металл Чтобы он, во-первых, не прогорал насквозь А, во-вторых, чтобы успевал остывать И заново получать свою такую теплоемкость нужную Ну, и по мере того, как наплавляется новый металл Теплоемкость у детали увеличивается И паузу можно делать все меньше и меньше Но на первоначальном этапе, соответственно, приходится это делать очень часто Делать паузу, останавливаться, ждать пока, чтобы остыло И так далее Ну, в общем, видите, что более-менее вот так вот Процесс технологии я объяснил Теперь только нужно это все осуществлять Чтобы постепенно, шаг за шагом Это все заполнить, заварить Сделать здесь плоскость Я считаю, что вот такая технология, на самом деле Может быть, кто-то ее раньше в каких-то других ремонтах применял Но в ремонте касок, насколько я знаю, никто до меня Именно вот такую технологию не использовал Именно в таком масштабе, как вы видите Потому что, во-первых, это трудозатратно Это очень трудоемкий процесс Времязатратный процесс Также расходуется очень большое количество сварочной проволоки Углекислого газа, который нужен для работы полуавтомата А также большое количество электричества здесь нужно, чтобы это все сделать Ну и, конечно же, с чего я начал, это очень много времени Потому что подварил чуть-чуть А потом, ну, допустим, 10 минут варишь А потом еще 20 минут нужно, чтобы деталь остывала И принимала первоначальную температуру вот этого помещения, где-то все происходит Вот, иначе просто ничего не получится Иначе все будет испорчено Процесс очень длительный Соответственно, пока ты ждешь Ты, по сути, тоже работаешь Это время ожидания включено в технологический процесс Именно поэтому я говорю, что никто таким вот образом не восстанавливал Не реставрировал именно каски, шлемы Там металлические головные уборы из стали и железа Потому что это очень сложно И я знаю, что люди стараются в основном использовать какую-то там автохимию Шпатлевку, всякую такую дрянь Чтобы просто за 10-15 минут нанести Потом это сошлифовать Вывести геометрию вроде как в ноль, в уровень И сидят довольные такие, счастливые Потом красят это все из баллончика Вот, но это неправильно, я считаю Вот видите, как я наварил Сначала точечками усилил здесь Увеличил теплоемкость детали Чтобы впоследствии сплошным швом Вот так, сектор за сектором Все это здесь наварить Вот видите, слева такой сектор над рогом Этот сектор я как раз и наварил Здесь 2-3-4, может быть, миллиметра Над куполом детали Все это уже плотное, крепкое Ну, реально просто уже увеличивается вес Проволока расходуется, не горюй И теперь следующий сектор Следующий сектор И весь верх каски я вот так буду заваривать по миллиметру Ну и, соответственно, всю каску я тоже буду заваривать Только я это делаю последовательно Начинаю сверху и буду опускаться вниз, 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 вниз Чтобы вся каска приобрела именно вот такой вид Конечно, это выглядит, может быть, страшно Или неопрятно, непонятно Но это непонятно только для тех, кто не понимает Дело в том, что в данном случае мы имеем Как бы работу скульптора То есть сначала мы создаем вот эту вот глыбу Как будто мрамора, да На самом деле железную глыбу Из которой впоследствии будем, отсекая все лишнее Извлекать нужную нам форму Которая, конечно же, там внутри находится Форма каски, которая существует Она там сохранена Максимально родной металл здесь сохранен Как вы видите И вот такой, можно сказать, промежуточный этап Видите, вот весь верх наварен Осталась полоса где-то посередине каски Ну и над козырьком Видите, насколько прочный стал металл Что даже тяжелая кувалда И вот какой звук То есть это серьезная уже как бы работа Заявка на прочность металла Все это превращается в единую такую солидную конструкцию Ну и остается вот здесь вот Эта полоса, козырек Только здесь, конечно же, сложнее Потому что нужно подлезть Вот это вот соблюсти Как бы Вы видите, отверстие для подшлемника Рог, сам вот этот вот характерный Для каски М-1917 Все это я аккуратно с запасом тут подварил Кстати, там металл остался рядом с рогом родной То есть там он толстый Там можно это все не делать Не подваривать А потом аккуратно все сошлифовать в один уровень Вот, со всех сторон это все такая Рассматриваем Видите, вот все так это будет сделано Сейчас Ну и каска уже приобрелась солидный вес Она уже весит, может быть, 3 килограмма С чем-то Ну, там с учетом, конечно, листа Это все тоже нужно учитывать Но это уже реальный вес И вот эти все маленькие дырочки Сначала я закапываю точками Чтобы это все приобрело большую массу металлическую А затем уже сплошным швом Таким большой широкой полосой Все это будет заварено И вы это, конечно же, увидите Вот такая вот сложная работа Уже прошло несколько дней Работы по 6 часов каждой Может быть, 3 дня Прошло вот к этому моменту Как вы видите Вот этот результат Ну, вот так И вот вы видите Собственно, сам процесс Финиширования На этом этапе Когда Даже на козырьке Вот так вот завариваем Миллиметр за миллиметром Все эти дырочки Большие, маленькие Сначала должно навариться Какой-то кусочек Потом это остывает К нему можно приварить еще кусочек А оно снова остывает И вот так Миллиметр за миллиметром Проходит часы Незаметно В такой работе Но что поделаешь Есть цель Стоит задача И Когда стоит такая Грандиозная задача То нужно просто Набраться терпения Чтобы Достичь Нужной цели Ни в коем случае Не опускать руки И не сдаваться Вот И Именно благодаря Тому, что Вот этот Трудоемкий способ Является очень таким Требующим Силы Воли Именно поэтому Большинство людей Его не используют А не потому, что Это плохо Как-то неправильно Или еще Еще только поэтому Вот Только потому, что Это затратно Круто И сложно И не каждому это дано Вот Не всякий На это способен Я считаю, что Я на это способен И я постараюсь Вам доказать Что именно Такой способ Реставрации Вот таких вот Касок С Первой мировой войны Со Второй мировой войны Является Единственно Правильным И приемлемым На современном Уровне развития Науки и техники Вот Полуавтомат Это не что-то такое Из разряда Космической отрасли Это можно купить Этому можно научиться Работать И вот Вы видите, что Полностью я Наплавил здесь металл Со всех Со всех Со всех сторон Где-то может быть Чуть-чуть осталось Пока я где-то не стал Там Сбоку на козырьке Трогать Но теперь Этот металл Стал очень прочный Каска весит Наверное Килограмм Четыре уже Полностью И Теперь Следующая У нас Наступает Стадия Нужно С помощью Шлифовального Круга Лепесткового На болгарке Начать Сошлифовать Опять же Доли миллиметра За долей миллиметра Постепенно Миллиметр Метр Все вот это Вот нужно Лишнее Сошлифовать И вытянуть Оттуда Родную форму Вот этого Стального шлема Это самый правильный Вариант Самый Единственно Верный путь Других Путей нету Автохимия Не существует В таком деле Верный путь